Вика шла в магазин спортивных товаров, расположенный на первом этаже торгового центра, при этом увлеченно печатала в телефоне, переписываясь с подругой. Она настолько была поглощена общением с ней, что не обратила внимания на проходившего мимо мужчину и столкнулась с ним. «Ой, простите, ради Бога, я вас не заметила», – смущенно пролепетала девушка, поднимая голову. И тут Виктория остолбенела от удивления, когда, подняв голову, увидела перед собой друга детства – мужчину, который перевернул ее жизнь с ног на голову. Она, опешив, смотрела на Игоря и не могла произнести ни слова. Мужчина тоже пришел в изумление от этой неожиданной встречи с ней. «Вика», – удивленно произнес он, устремив свой оценивающий, пронзительный взгляд на ошеломленную Викторию. «Вот это неожиданность!» «Здравствуй, Вика!» «Привет!» – только и смогла прошептать растерявшаяся девушка. «Слушай, раз мы встретились, давай присядем и поболтаем немного. Ты никуда не торопишься?» «Нет, не тороплюсь», – солгала Вика, хотя на самом деле должна была быстренько купить спортивный костюм для вечерних занятий в спортзале и отправиться с беременной подругой в поликлинику в качестве моральной поддержки. Игорь и Виктория присели на лавочку. Вика не могла прийти в себя от охватившего ее волнения. Она нервничала и невольно стучала указательными пальцами по дереву. Игорь выглядел спокойным и вел себя невозмутимо. «Как ты, Вика, столько времени ничего не слышал о тебе! Признаюсь, не ожидал тебя увидеть в этом городе! Ты сюда переехала из-за работы?» – спросил он, не сводя глаз с покрасневшей девушки. «Да!» – буркнула Вика. «Именно! Мне предложили здесь хорошую работу, от которой я не могла отказаться. А у тебя как дела? Как жена, дочка? Ты, наверное, очень счастлив в браке. Дела у меня по-разному идут. Сейчас, например, так себе. Мы с женой и дочерью не так давно сюда переехали. Наши отношения с Ольгой не такие радужные, как может показаться со стороны. Но ты ведь мне не чужой человек. С тобой мы всегда обо всем говорили. Не так давно поругался с женой и ушел из дома. Живу в мастерской. Вот так вот. У Ольги характер непростой. Вот и ругаемся из-за пустяков. А потом неделями не можем помириться». Игорь и Вика разговаривали, потеряв ощущение реальности и времени. У обоих горели глаза от восхищения и робкой, опьяняющей радости. Казалось, не было тех нескольких лет мучительной разлуки между ними, и в последний раз они виделись только вчера. У девушки будто открылось второе дыхание. Кокетливая улыбка не сходила с ее лица. Вика приняла неожиданную встречу с Игорем за знак судьбы и твердо решила больше не терять с ним связь. «У меня квартира большая, уютная. Если хочешь, можешь остаться у меня, это лучше, чем жить в холодной неприветливой мастерской», – предложила Виктория. Игорь тут же засиял от счастья и с удовольствием согласился. Они договорились, что он в тот же день перевезет к Вике свои вещи и переедет к ней. Вскоре Игорю позвонили. Человек, с которым он должен был встретиться, подошел к торговому центру, поэтому Игорь взял у Виктории номер телефона и, попрощавшись с ней, удалился. Вика вызвала такси и с опозданием отправилась в поликлинику к подруге. Сидя в такси, девушка задумчиво смотрела через окно на обгоняющие автомобили, на мелькающие столбы и дома. Мысли ее блуждали далеко в этот момент. Она вспоминала свое счастливое детство, проведенное с Игорем. Вика и Игорь вместе росли в одном дворе и были неразлучны с ранних лет. Сладости и игрушки они всегда делили поровну. У Виктории всегда был храбрый защитник Игоряша, который никогда не давал подругу в обиду. По этой причине от девочки во дворе все держались подальше. Ребята проводили вместе летние и зимние каникулы, отказываясь уезжать в деревню к бабушкам и дедушкам. Зимой лепили снеговика и катались с горки. Летом долго гуляли в парке, катаясь на каруселях и уплетая мороженое. Немного повзрослев, они начали мечтать вместе о счастливом будущем, о том, что когда-нибудь окончат школу и поступят в один университет, чтобы быть рядом друг с другом. Но жизнь все решила по-своему. Так получилось, что Вика успешно сдала экзамены и поступила, а Игорь провалил экзамены. Вскоре парня забрали в армию. Однажды счастливый Игорь позвонил Виктории и сообщил ей о том, что нашел вторую половинку и женился. Девушка тогда проплакала всю ночь, считая, что Игорь предал ее. Вскоре соседи рассказали ей о том, что у Игоря родилась дочь Маришка и он счастлив в другом городе с женой. Вике было тяжело смириться с мыслью, что Игорь уже не принадлежит всецело ей, как это было раньше, что он проводит свое время с другой женщиной, которую называет женой. Девушка долго страдала, не в силах забыть счастливые годы и союз, казавшийся ей неразделимым. Она бессонными ночами представляла себе образ супруги Игоря и сама себя терзала страданиями. Ей хотелось оказаться на месте той женщины, и от этого жгучего желания Вика медленно сходила с ума. Но однажды она поняла, что так больше продолжаться не может и необходимо что-то в жизни менять, чтобы исцелиться от болезненной любви и душераздирающей тоски по прошлому. После окончания университета Вика переехала в другой город и нашла там перспективную работу. Виктория сбежала из родных краев, чтобы успокоить сердце и исцелить душу, которая не могла найти покой. Казалось, время излечило ее раны, и Вика жила размеренной беззаботной жизнью в другом городе, но неожиданная встреча с Игорем оживила все глубоко запрятанные чувства. Виктория не смогла устоять перед любимым мужчиной и с головой погрузилась в опьяняющую страсть, которая охватила обоих. Игорь был внимателен, нежен, романтичен. От одного его взгляда у девушки кружилась голова. Виктория чувствовала себя счастливой рядом с ним и ни о чем больше не хотела и думать. Но вскоре ей пришлось снять розовые очки и посмотреть реальности в лицо. Спустя неделю после того, как Игорь переехал к Вике, мужчине позвонила его жена. Неожиданный звонок раздался вечером, когда Виктория и Игорь ужинали. «Да, привет, неважно». «Что? Почему ты раньше не сказала, что Маришка заболела?» «Все понял, скоро буду», — говорил Игорь в трубку. По его словам Вика поняла, что дочь Игоря заболела, и он только что пообещал жене приехать. Взгляд девушки вдруг стал мрачнее тучи. Она сидела на хмуре в брови и скрипя зубами. Игорь подошел к ней и, нежно поцеловав ее в лоб, сказал ласковым, вкрадчивым тоном. «Малышка, не обижайся на меня, но я должен поехать домой. Моя дочь болеет три дня, у нее высокая температура. Я должен быть с ней рядом». Виктория обиженно всхлипнула и сказала угрюмым, полным отчаяния, голосом. «Я все понимаю, езжай к своей дочери и не переживай». Спустя полчаса Игорь уехал, а Вика ходила из комнаты в комнату, не находя себе места от терзавшей ее свирепой ревности. Девушка больше ни о чем не могла думать, кроме как об Игоре и его жене, которая наверняка ждала мужа дома с нетерпением. В 11 вечера мобильный Виктории зазвонил, и она судорожно схватила его, заметно оживившись. Это был Игорь. «Игореш, я тебя жду и жду, когда ты приедешь», – жалобно протянула Вика. «Вика, я не приеду», – заявил Игорь, и у девушки сердце в этот момент замерло. «Как это, не приедешь», – ахнула она. «Извини, что так получилось, но я не могу оставить жену и дочь. Я им нужен, прости, я не хотел причинить тебе боль. Не жди меня». Когда Игорь отключил связь, не дождавшись ответа Виктории, она заплакала на взрыв. Сердце ее разрывалось от мучительной тоски и боли. Она проклинала себя за то, что поверила этому мужчине и открыла ему свою душу. Виктория поклялась себе больше никогда не впускать его в свою жизнь. Что бы ни случилось, но клятву свою она нарушила спустя пять месяцев, когда Игорь неожиданно пришел с букетом алых роз. Увидев его на пороге своей квартиры, с сияющей счастьем улыбкой, она растаяла, забыв о своих клятвах и обещаниях. «Здравствуй, Вика», – прошептал томным проникновенным голосом Игорь, протягивая огромный букет ошарашенной Виктории. «Я безумно скучал по тебе все это время. Не проходило ни дня, чтобы я не вспоминал о нас». Виктория молча взяла букет одной рукой, а другой обняла Игоря за шею, давая понять, что рада его видеть. Игорь остался на ночь, а утром не спешил уходить. «Ты снова ушел от жены?» – с любопытством спросила Вика, лежа на крепком любимом плече. «Да, я больше не могу терпеть эту женщину. Она невыносима, придирается ко мне по всяким мелочам, все ей не то. Не так стул поставил, не так брюки сложил, не так с ребенком задания сделал. Вечные упроки и скандалы пилит и пилит без конца. Устал от нее, больше не хочу ее даже видеть. Я знаю, что ты никогда не будешь такой. Ты моя любимая, с тобой я счастлив. Теперь все у нас будет по-другому». Игорь поцеловал девушку в висок и крепко прижал к себе. Виктория лежала с закрытыми глазами, вдыхая аромат, исходивший от любимого мужчины, и чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. Но ее счастье было недолгим. Спустя месяц Игорь снова ушел к жене. «Я не хочу, чтобы моя дочь росла без отца. Я знаю, что это такое, и не пожелаю своему ребенку такого», – заявил он, уходя. Вика не пыталась его остановить. Она лишь стояла, обливаясь слезами, когда Игорь в очередной раз ее бросил. Девушка снова сходила с ума от ревности, отчаяния и ненависти к себе самой. Но работа помогла ей успокоиться и отвлечься. Игорь вновь появился в ее жизни через три недели. И Виктория опять сдалась не в силах сопротивляться его чарам. Так продолжалось пять лет, в течение которых Игорь то приходил к Вике, уверяя ее в вечной любви, то уходил от нее, утверждая, что не может жить без дочери. Пять лет Виктория жила словно в аду. Но любовь к Игорю была намного сильнее ее воли и здравого смысла. Она утопала в объятиях любимого мужчины, прекрасно зная о том, что очень скоро ей придется расплатиться за эти короткие моменты призрачного счастья слезами, болью и одиночеством. В очередной раз Игорь ушел от Ольги к Виктории. Жена выгнала его из дома, обвинив в том, что тот мало зарабатывает и при этом не помогает по дому. Игорь пришел к Вике, уверенный в том, что она ждет его с распростертыми объятиями. И не ошибся. Виктория была неимоверно счастлива видеть его. Три месяца они прожили вместе, как в сказке. Вика узнала о своей беременности и собиралась обрадовать Игоря. Она приготовила особенный ужин и расставила по комнатам ароматические свечи. Вернувшись вечером, Игорь невозмутимо сообщил, что его дочь попала в больницу после падения с велосипеда, и он возвращается домой. Игорь даже вещи успел собрать и вынести свой чемодан из спальни. «Что? Ты издеваешься надо мной?» – закричала в неистовом гневе Виктория. «Я не могу оставить больную дочь. Я сейчас должен быть дома. Ведь это моя семья!» – воскликнул раздосадованный Игорь. «Почему ты этого не понимаешь?» «Семья? А я тогда кто для тебя? Игрушка на время? Между прочим, я жду ребенка, твоего! Это не семья, по-твоему?» «Ты беременна?» «Как не вовремя?» – расстроился Игорь. И даже эта новость не смогла его остановить. Когда он уходил, Вика крикнула ему вслед. «Подкаблучник!» «Да, я такой. Мне нравится быть подкаблучником. Я люблю свою жену и дочь и никуда от них не денусь!» Виктория поняла, что так больше продолжаться не может. Она переехала в другой город, уволившись с работы. Через несколько лет после переезда она встретила хорошего, порядочного мужчину и вышла за него замуж. Сына ее он принял как родного. Спустя двадцать лет, когда сын Виктории вырос, а она уже забыла мужчину, причинившего ей столько боли, однажды в квартиру позвонили. Женщина опешила, увидев на пороге Игоря. Он держал в руках букет роз и непринужденно улыбался. «Здравствуй, Вика, дорогая! Я так долго искал тебя! Все эти годы я думал о тебе! Я так рад снова видеть тебя!» Сказал он, перешагнув через порог и протянув оторопевшей женщине букет. «Теперь мы можем быть счастливы всегда. Моя дочь уже давно не ребенок, а с Ольгой мы развелись официально, поэтому никто не помешает нашему счастью. Я хочу увидеть сына! Хочу посмотреть, каким он стал!» Виктория молча взяла букет и пронзительно, с напором и вызовом, глядя в глаза бывшему любовнику, кинула его подарок в стоявшее неподалеку мусорное ведро. «Ты объявился спустя двадцать лет и говоришь мне о любви? Столько лет ты причинял мне боль, обманывал, заставлял жить в иллюзиях и напрасных ожиданиях! Я смогла освободиться из твоего плена и нашла свое счастье! Я замужем и безумно люблю своего мужа! А тебя я больше никогда не хочу видеть! У моего сына есть любящий и заботливый отец, а ты для него никто! Уходи и больше никогда не возвращайся!» Виктория хлопнула дверью перед обомлевшим Игорем и, довольная тем, что он на самом деле ничуть не всколыхнул ее былые чувства, вернулась в кухню, чтобы продолжить готовить семейный ужин для своих самых любимых мужчин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok